Доброе утро, уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать. И начать, наверное, свое выступление хотелось с такого заявления, что мы с вами невероятно счастливые люди, потому что мы живем замечательное время, время прорывных технологий. Сложно поверить, но еще каких-то 5-10 лет назад наиболее технологичным пособием для удаления аденомопростаты являлась трансуретральная резекция. Это хороший проверенный метод, но обусловлен рядом ограничений. Прежде всего, объемом удаляемой ткани. Максимум 80 в опытных руках до 100 см3. Больше объема требовали старые добрые открытые операции со всеми сопутствующими сложностями, о которых вы прекрасно знаете. Но так было до тех пор, пока современная наука не подарила нам новые эндоскопические нуклеирующие методики, в том числе с использованием лазерных технологий. На сегодняшний день мы знаем, что эндоскопическая нуклеация простаты является методом выбора лечения больных с гиперплазией простаты, в том числе и больших, и гигантских размеров аденом. Мы в клинике урологии 1-го Московского государственного медицинского университета накопили, наверное, большой уже опыт, можно так сказать, по выполнению эндоскопических нуклеаций. Это и электро, и лазерные нуклеации. Ежедневно это 4-5 операций, в неделю это около 15-20 операций. Поэтому накопление этого опыта идет и продолжается, и мы, конечно, не останавливаемся впереди. А с чего все начиналось? А начиналось с далекого или не так далекого 2010 года, когда наш друг и коллега, который сейчас, к сожалению, у нас не работает, Константин Лакшин, посетил Германию, клинику под руководством профессора Кунца. И он настолько был впечатлен техникой выполнения нуклеаций и результатами этих операций, что привез эту методику в Россию. И с 2010 года начал, как практический космонавт, первый осваивать эту методику еще тогда на 60-ваттном гольмевом лазере, который мы использовали для литотрепсии. Все это проходило непросто, мы это прекрасно помним. И ключевым событием стал 2013 год, когда администрация нашего университета приобрела 100-ваттный гольмевый лазер, увидев перспективу в этом направлении, желание сотрудников нашей клиники развивать этот вид хирургии. И далее мы уже активно начали применять гольмевый лазер для нуклеации. На сегодняшний день эндоскопическая нуклеация в нашей клинике практически полностью заменила и трансуретральную резекцию, и открытую аденомоктомию. Однако все мы, специалисты, которые занимались гольмевым лазером, все мы мечтали. О чем же мы мечтали? А мечтали мы, может быть, о более совершенном лазере, более эффективном, дешевом, более дешевом, безусловно. И помимо того, что мы мечтали, мы начали искать решения. И началось все с того, что на базе нашего научно-исследовательского института образовалась лазер, так называемая лазер-группа под руководством профессора Андрея Зиновича Винарова. Как нас Андрей Зинович называет, лазер-ловерс-групп, группа любителей лазерной хирургии, увлекающейся лазерной хирургией. И началось наше сотрудничество с научно-техническим объединением ИРЭПОЛИС, которое располагается в Наукограде Фрязино. И как результат этого сотрудничества появился вот такой вот очень симпатичный 120-ваттный первый российский тулевый лазер для большой хирургии с длиной волны 1.94 и энергией 8 джоулей. Однако все мы специалисты, которые, так скажем, выросли на Гольмевом лазере, все мы, безусловно, боялись нового лазера. Чего же мы боялись? Но в первую очередь мы боялись выраженного, так как мы знали, что он более мощный, мы боялись выраженного ожога и эффекта, так называемого, эффекта карбонизации. И те специалисты, у которых нет большого опыта, например, в тулевом лазере, но есть опыт в Гольмевом, они все немножко к этому настороженно относятся. И мы провели эксперимент. Всегда его лучший эксперимент проводить в сравнении. Сравнили с тем Гольмевым лазером, который мы прекрасно все знали. И подобрали для этого лазера те режимы оптимальные. Вот здесь мы прекрасно видим 1,4-1,5 джоли, 50-60 пад. Те режимы, при которых идет хорошее эффективное рассечение ткани, при этом минимальный ожог происходит, минимальная карбонизация. И сегодня в течение дня вы это все увидите. Стоит отметить, что наш, я уже так не побоюсь сказать, наш отечественный тулевый лазер, он не первый и не единственный на рынке. Но всегда лучше произвести какое-то сравнение. Несмотря на то, что у лазеров одинаковая длина волны, главным отличием российского лазера является воздушное охлаждение. В отличие от всех остальных лазеров, у которых оно водное охлаждение. И как результат это, безусловно, меньший вес, компактный дизайн. Чтобы проще вам было сравнить, вы можете сравнить его с обычной микроволновой печью, которая легко встает в любую эндоскопическую стойку. Важный момент – это работа от обычной электросети. То есть практически как электрический чайник подключил. В любом месте легко использовать. Не нужно никакие специальные розетки, в отличие от многих других лазеров. Ну и, конечно, как результат всего этого, это, конечно, стоимость. Мы сами, хирурги, которые работаем в клинике, работаем с этим лазером. Мы его называем наш, ну так может быть не очень удачное сравнение, но по надежности, как наш автомат Калашникова. Итак, переходя немножко, мы решили от теории к практике. И мы, наша лазер-группа, при помощи Андрея Зиновича, была организована поездка к специалисту, который имеет наибольший опыт в мире по тулевой хирургии, тулевой нуклеации. Это Германия, город Гамбург, клиника Асклепис. Клиника, которая, отделение урологическое, которым руководит профессор Андреас Гросс. Это, ну так скажем, действительно такое светило в мире эндоскопической нуклеации, в мире тулевой хирургии. Мы посмотрели, как он оперирует, увидели, что все возможно, ничего не надо бояться. И, собственно, мы вернулись. И с августа 2016 года мы в нашей клинике начали использовать, имея багаж наших знаний уже накопившихся, начали использовать тулей лазер. На данный момент уже более 150 выполненных операций. Причем для нас объем простаты уже не играет роли. От 45 до 240. Причем будут аденомы больше и будем больше брать. Это те, что нам сейчас, так скажем, пациенты приходили. Мы в нашем исследовании, для того, чтобы легче было анализировать, мы выделяли три группы пациентов. Это, ну, если так можно сказать, небольшие железы. Мы их так называем МИИ-600, большие от 100 до 200 и гигантские, более 200 сантиметров кубических. Для проведения операции ничего особенного. Стандартный набор – это лазерный резектоскоп 26 диаметра с постоянной ирригацией. Сам наш, собственно, лазер с волокнами, с необходимым лазерным волокном и марцелятор. По поводу марцелятора скажу, что нам посчастливилось, и мы поимели опыт работы с разными марцеляторами. Это и израильский марцелятор компании «Люменис», и немецкий компании «Вольф». И сейчас уже мы активно работаем с отечественным марцелятором казанской компании «Эллипс». Я немножко дальше о нем скажу, но, в общем, имеем возможность сравнить все марцеляторы, и они, в принципе, по сравнению все сопоставимы. И, может быть, сейчас я хотел бы включить видео. Это видео было отобрано и представлено на Европейском конгрессе в Лондоне нашим зарубежным коллегам. Действительно, мы выполняем инуклеацию различной техникой. Это не столь имеет принципиальное значение. Я попробовал и М-блок, и так называемую двухдолевую технику, и остановился на двухдолевой. Она, мне кажется, более удобной и легче обучаемой. Но еще раз говорю, это все настолько индивидуально, зависит от, так скажем, личных пристрастий хирурга. Всегда мы начинаем с того, что делаем… Я начинаю с того, что делаю разрез на шести часах условного циферблата, примерно дохожу до капсулы, и дальше отделяю аденому предстательной железы от семенного бугорка. Это та зона, где аденома легче всего отделяется. И, собственно, следующим этапом делается разрез на двенадцати часах, и поэтапно аденома инуклеируется и смещается в мочевой пузырь. Здесь в углу схематически изображено, каким образом это происходит. Мы видим, что белая ткань – это капсула. Мы видим, что минимальная геморрагия действительно хороший гемостатический эффект. Те сосуды, которые нам попадаются, мы коагулируем с помощью энергии лазера. Вопрос, который мне практически везде задают, используем ли мы электрохирургию для гемостаза. Скажу так, что первоначально, когда мы начинали, мы практически всегда использовали в завершении электрохирургию, перестраховывались для гемостаза. Сейчас это 15-20% операций. То есть вся операция у нас происходит с использованием энергии лазера. Но при этом электроинструмент у нас всегда лежит на столе для нашего, так скажем, спокойствия. И доля инуклеирована, она была смещена в мочевой пузыри. Аналогичным образом инуклеируется другая доля. Действительно, Алексей Георгиевич был прав. Здесь используется и механическая энергия, и энергия лазера. Скажу так, что если брать в процентном соотношении, то механика где-то процентов 20, не так много. В основном это, конечно, энергия лазера. И я еще раз добавлю к нашему утреннему завтраку, если кто не был наибольшим, наверное, достоинством, почему, собственно, лично я, имея опыт работы на Гольмом лазере, перешел на Тулевой, это мне проще. Вот и все. То есть я уверен, что те специалисты, у которых будет возможность сравнить и поработать, они в этом убедятся и примут свое такое решение. Как результат, длительность катаризации у нас в среднем один день. В крайних каких-то эксклюзивных случаях может быть два дня, но в принципе у большинства пациентов это один день. Длительность общей госпитализации у этих пациентов не превышает трех дней. Хорошие функциональные результаты, однако мы, работая с отечественным Тулевым лазером, мы не стали останавливаться на достигнутом, продолжили работу и началось, благодаря, так скажем, активному участию, опять-таки, нашего руководителя нашей группы, Андрея Зиновича, началось активное участие с казанской отечественной компанией, казанской компанией Ellipse. И идея была создания инструмента. Уже не просто мы пошли дальше, мы решили создать инструмент для лазерной нуклеации. И началась активная работа нашей лазерной группы с этим инструментом. И в итоге после этой длительной работы сейчас появился… Да, причем я отмечу сразу, первоначально у нас, конечно, ну не буду скрывать, говоря откровенно, у нас было небольшое недоверие, знаете, как почему-то нам всем присуще, нашему отечественному, но оно абсолютно сменилось. И сегодня у вас будет возможность увидеть, одна из операций будет в третью очередь, она будет выполнена на этом отечественном инструменте с прекрасной видимостью, с абсолютно ничем не уступающей импортным аналогом. И мало того, помимо инструмента, компанией Ellipse совместно с нами сейчас идет активная разработка, и уже практически она доведена до конца марцеллятора, то есть инструмента для удаления анодматозной ткани из мочевого пузыря. И это, я считаю, такой большой шаг здесь совместно проделан. И в завершение, уважаемые коллеги, я хотел бы привести слова нашего известного литератора начала XIX века Виссариона Григорьевича Белинского, что без стрипления к новому нет жизни, нет развития и нет прогресса. Спасибо за внимание.